Тёмка красавчик, вот как значит любит бабушку. Не спал, минуты считал. Да, Тёмик? Так они что-то в окно выглянули, и это, и их нету. Ребятки, так, не видно. Родион там топит, даже не собирается вставать. Так, убежали, я даже не успел, так крикнули громко. Самое необычное начало нашего выпуска, потому что начинаем мы его не с утра, не днём, а ночью, когда уже темно. Мы только приехали. Ну, вы сами все видели. Интересно, сейчас надо, короче, покушать. Мама с отцом, по-моему, нам что-то приготовили, и пойдём спать. Я даже заговариваюсь уже, потому что устали, на дороге устали. Вот такую красоту наготовила мамуля. Вон мы с пацанами уже прыгс, да? Вкусно, пацаны? Да. Вау, всё, сейчас будем нямкать. Красота. Слушайте, как круто просыпаться у мамы в гостях, потому что мамина забота, она, я не знаю, она, наверное, ни с чем не сравнится. Пришла, так, Слава, что ты будешь кушать? И такое меню мне сразу. Я говорю, сейчас встану, посмотрю, твой холодильник, он всегда битком. И решил. Так. Вот такое вот у нас доброе подольское. Слушайте, какое холодное утро. Вот как задувает за кошкой. Вчера вот так вот припарковался, оставил номер. Тут как бы все друг друга знают. Вот. Такой вид у родителей из окна. Классно, вроде как бы все новостройки, да, но вид на стадион. И если вот в тех домах, да, там соседи друг другу в окна смотрят, то здесь прекрасно. Это школа, это лицей, это садик, в который Артём какое-то время ходил. Потом, конечно, мы его забрали оттуда. У мамы, короче, здесь вся кухня такая в чёрно-оранжевом цвете. Все вот эти такие подставочки, приборчики, всё такое оранжевое. И на день рождения я и дарил с Настенькой кофемашину оранжевую. Вы не представляете, я всю Москву облазил, чтобы найти именно оранжевую, чтобы она была под цвет. Прикиньте, всё-таки у меня получилось и нашёл. Сейчас буду сидеть делать кофе. Мамочка выложила всё на стол. Здесь и выпечка кавказская, и колбасы, и овощи, и вот ещё что-то тут в пакете. Не знаю. Но учитывая, что я колбасе так равнодушен, овощи по утрам как-то, наверное, не моё. А пацаны пометили один огурец. Так, я, короче, кофе и поел вот эти кавказские штуки с мясом. Типа наподобие что-то самсы. Так, хочу вам показать наш бардак, с чем мы приехали. Естественно, мы с собой брали коляску. Это наша автолюлька и коляска. Посмотрите, там обзорчики. Плюс портфель, это мой. Здесь только техника. У нас есть ещё вот такая вот сумка с переезда из Сочи. Сюда мы накидали всё мокрое бельё, которое сушилось на сушилке и не успело высохнуть. Целая сумка, значит, Мирона. Тоже такая же, она чуть побольше. Вот. Это предостаточно именно для Мирона. Наш пеленальный надувной столик. Стол-матрас. Здесь надувные борта. Я тоже его как-то показывал. Посмотрите. И, соответственно, чехол. Наш чемодан, куда мы, собственно, все упаковались. То есть и детвора, и мы. Вот так всё выглядит по-колхозному. Сумка с документами, понятное дело, вообще везде её с собой возим. Как бы наша жизнь такая сумка, которая наша жизнь. И памперсы. Те экологические, которые я показывал вам, они закончились. Тоже как-то в выпуске, да, их делал обзор на них. И взяли именно вот такие, потому что они удобнее, функциональнее, а те они какие-то, Настенька говорит, твердоватые. Поэтому мы решили их не заказывать. И ещё было два портфеля мальчишек. И вот ещё один пакет, да, нашёл я вот здесь. Куртки мальчишек. Ну, такие, знаете, типа тёпленькие вещи. Пока у меня сохраняется для вас новый выпуск, который, скорее всего, вы посмотрели. Ссылочка будет в описании. Я думаю, надо сходить переставить машину, чтобы меня не тюкали и не звонили. Там как раз, видите, ячейка освободилась. Похолодало нынче. Я даже бронежилет свой одел. Так, вот оно местечко. Сейчас будем с вами делать холодный пуск. Опа! О, красота! Ну да, как можно приехать к маме и не поесть её борща? О! Ничего себе, в сковородке варит. Ну чё, Настёнка? Как тебе борщец мамин? Ты же давно просила? Ага. Вот я и яма одна не буду. Просто всё остывает, а ты самая голодная. Да. Кушай, Настенька, кушай. Сидим и думаем, чем заняться. Все дети спят. Заглядываю к маме под этот. Да, отойди. Под лавочку на кухне. А у неё тут столько гороха. Я спрашиваю тебе, зачем столько? Ладно, закатки отлично, это вкусно. Но зачем столько гороха? Говори. Объясни, пожалуйста. Мне кажется, всем зрителям сейчас будет очень интересно. Ружу я не могу. В магазине, что ли? Что, хотел отвернуться? Хотел отвернуться, а там зеркало, да? Да, тут зеркало. Невозможно от меня отвернуться. Ой, Слав, ну не надо. В общем, мама мне стесняется дать интервью, зачем есть столько горошка. Но она объяснила это так, что недалеко от них открылся магазин, где стоит всё на палетах. Они да приехали, там горошек по 20 рублей. Ну чё я буду туда ездить за горошком? Мы же любим горошек. В итоге она вот, хотел сказать, арендовала склад и затарила себе в гараже горохом. Ну, вот такие дела. Я напишу адрес, наверное, там в закреплённом комментарии. Если вы видите горошек, купите, отправьте горошка. Вдруг в Подольске закончится горошка. Да, мам? Так, сейчас будем взрывать холодильник. Тара-та-тан. Да, холодильник тоже битком, конечно. Прикольно. У нас в холодильнике обычно всё пусто. У нас холодильник это такой предмет интерьера, а вот у родителей нет. Здесь что только не найдёшь. Просто капец. Причём они же каждый день ходят на работу. Зачем столько всего? Я вообще никогда не понимал. У нас стоит обычно только молоко, стоит, ну, типа, картошка, лук. И иногда, если берём творог, всё, всегда пусто. А в морозилку у этой женщины просто так не залезли. Чтобы что-то достать, нужно ящик вытащить. Потому что морозилка битком. Ребята, чтобы вы понимали, у нас в морозилке лежит только плацента и детский пластилин. Всё. Да, мамулька, ну ты, конечно, приколист. Так быстро стемнело. Вечерний вид из окна на стадион, на площадку, на парковку. Мало кто из вас знает, что я умею подстригать, поэтому я сейчас буду вам показывать это. Буду стричь отца, и вы увидите в конце, как получится налосы в изобрею. Музыка Музыка Давай вы только посмотрите на этого красавчика Ой, красиво! Вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Я, кстати, вот смонтировал для вас новый видеоролик, который вы можете посмотреть по ссылке в описании, если еще не смотрели. Это наш путь сюда, в Москву, наше такое интереснейшее приключение. Такой вот день был, максимально вам показал, посмеялись, я надеюсь, вы тоже посмеялись от души. В комментариях пишите свое мнение, так ли у вас родители делают, либо, может быть, вы делаете так же. Ну и просто пишите хорошие, добрые слова. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok